всем привет сегодня мы к с вами приготовим кадаев кунуфе что для этого нам понадобится для кадаев кунуфе нам понадобится сковородка емкость полтора стакана воды и стакан сахара для сиропа сам кадаев вермишелька тоненькая сыр масло начнем половина масла я выложила на сковородку поставила топиться масло растаяло на сковороде теперь мы будем выкладывать кадаев тем временем мы выливаем нашу емкость полтора стакана воды стакан сахара и ставим на огонь варим сироп когда сироп закипит сахара стоит сироп закипит еще минуты 3 может быть 5 нужно варить до консистенции когда вот так будет делаться вот так вы будете делать я вам покажу сироп сварится он будет как мед вот так когда их мы положили в сковородку взяли такую толкушку и или что-то другое нужно придавить когда их должен быть плотным придавить вот так давить плотно впитает масло будет жариться тем временем сироп наш варится когда сироп сварится моего стороночку отставим чтобы у нас остывал когда чуть-чуть остынет сироп тогда мы только будем делать кадаев потому что что-то должно быть холодную а что-то должно быть горячее иначе получится каша ждем сироп когда их во все стороны полетел ждем наш сироп наш сироп кипит варится когда их ждет своей учить пока сироп кипит покажу очки вчера пришли такие вот очки они очень здесь вот резинка такое ощущение что без шнура шнур этому такая маленькая право это плюс 2 ой это плюс полтора для компьютера для чтения такие вот очки пришли тоже плюс плюс 2 вот это уже это на компьютере долго глаза сжечь начинает но симпатичные они пришли без чехла такой вот а вот это вот симпатичная такая коробочка прям такая приятная на ощупь очень приятно они пришли здесь такая упаковка красненькие сын сказал что ты в них как старушка а я и так старушка мне нравится это тоже плюс 2 симпатично шнурок для очков у меня один поэтому я когда вот так они вставляются как закрываются нажимаешь они открываются очень хорошая прям на ощупь приятная приятная коробочка и тоже такой упаковки это значит плюс 2 это тоже плюс 2 а это полтора все мартышка и очки серия номер два закончилась ждем кадаев часть сиропа я отлила он жидкий очень сладкий а часть сиропа я продолжаю варить дальше чтобы вот он тянулся как ниточка густой это мой рецепт я так готова вы можете не ждать можете этим сиропом уже заливать когда их ваш готовый но он должен остыть сироп что-то должно быть горячим а что-то должно быть холодным а этот я продолжаю дальше варить это мое изобретение варки сиропа можно добавить ломтик лимона не хочется сегодня брызги капают поэтому плита вся в брызгах когда их наш ждет своей очереди продолжаем варить сироп я сироп добавила еще пять столовых ложек сахара чтобы он побыстрее загущался от качества сахара тоже зависит качество сиропа я хочу чтобы он был как мед когда мед вы на огонь поставите подогреется на будет вот такого качества мне нужен такой сироп когда он будет застывать он будет вот так как ниточка на руку неудобно сейчас покажу что получится еще надо не обжечь пальцы горячо вот он начинает делаться верить как ниточка начинает образовываться ниточка вот такой мне нужен сироп вот на руках он как мед густой мед прям сейчас еще подождем вот последний раз покажу а то уже пальцы обошли и одной рукой неудобно снимать вот он делается как ниточка видите ниточка тянется вот мне такой сироп нужен все его можно выключить и заниматься когда их сейчас в этот сироп я добавлю наш вот этим сиропом мы будем заливать когда и но он должен остыть на сегодня очень жарко парит не так солнечно как парит вот там был дождь суббота у нас он доку 19 мая сегодня день молодежи все сиру остынет и будем заниматься когда их ждем пока наш сироп остывает как напомню я мы когда их масло растопили когда их положили утрамбовали его плотно и теперь будем класть сыр можно без сыра укладывать наш сыр одной рукой неудобно масло упал так укладываем сыр все сыр уложили теперь нужно вторая часть кадаифа сверху закроем кадаифом опять утрамбуем и поставим на огонь я положила кадаиф сверху его надо потрамбовать желательно поплотнее и поставить на огонь и поставим на огонь он должен снизу поджариться то что мы положили сыр он должен растаять и немножко он же будет липкий сыр забрать наш кадаиф наше тесто себя не должен разваливаться наш кадаиф потом мы возьмем тарелочку перевернем и эту часть будем жарить также маслом нужно будет смазать сковородку не смазать конечно обильно полить бутербродным маслом все покажу ждем когда зажарится одна сторона кадаифа вот у нас поджарилась с одной стороны боюсь как бы не сгорела прям запах такой горелый пошел посмотрим сейчас самый ответственный момент сейчас нам нужно перевернуть взять тарелочку вот так вот накрыть и перевернуть сейчас все покажу значит взяли и аккуратно перевернуть посмотрим что получилось сгорел ничего страшного то что сгорел у мастеров такое тоже бывает сейчас мы это вытрем сюда положим оставшееся масло я побольше еще добавила масло на глаз хотите пожирнее пожирнее положите побольше хотите не такой жирный как я положите поменьше масло растает и положим наш кадаиф обратно жарится масло будет много масло и нужно взять осторожно чтобы не обжечь руки переложить наш кадаиф обратно все теперь мы должны ждать побольше огонь побольше огонь можно сделать а я его выключу побольше огонь и ждем и потом зальем сиропом сейчас он у нас у нас у нас у нас у нас у нас поднимается и вот сейчас я вам покажу как там посмотреть посмотрите он держит форму не разваливается снизу он у нас жарится все масло впиталось он не плавает у нас в масле можно еще сверху доливать масло но я не буду потому что будет очень сильно жидно все сейчас будем заливать сиропом будем заливать сиропом шипение нормальный процесс сироп все таки это жидкость сковорода горячим а сироп у нас уже немножко остыл он немножко прилично остыл видите сироп не совсем как вода жидкий но все таки густой он все таки густой тихонечко заливаем сироп может остаться любите побольше чтоб плавало в сиропе залить и есть и 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 от сиропа весь впитается будем подавать на стол взяли и просто наше блюдо переложили одной рукой конечно очень сложно все это делать немножко готов сейчас мы его разрежем и посмотрим что получилось вот я уже разрезала внутри сыр его почти не видно подаем с мороженым сейчас все покажу наш кодоек готов это мороженое сверху орешки шоколадный соус так он выглядит он должен постоять и пропитаться очень вкусно хрустит очень вкусно приятного аппетита и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok